привет друзья интересно видно там как на ручке он там или она держит гномика такого у него ним такой над головой ну да это мне помогает вот в коллективном разуме там там подсветить там подсветить цветом таким цветом этим спасибо друзья а сейчас я разговаривал со своим старинным другом бениамином который художник очень хороший художник он пейзажи любит рисовать правда у него и портреты есть и мне он очень нравится вот этот весь его подход к живописи посмотрите там бениамин ссылочку там может быть я подброшу вам чтобы посмотреть мы с ним скоро сделаем с ним и с кости петровым сделаем совместное видео это очень интересные собеседники да еще я вспомнил интересную историю у меня почему-то несмотря на мою робость такую природную ну когда мы дрались с кем-то мне трудно было ударить какого-то человека пошли мне было за него больно поэтому я же время проигрываю внутри себя потому что там какой-нибудь нахал со мной разговаривает да и вообще когда со мной нахально разговаривают а мне его жалко ну так смешно получается и у меня было много случаев таких вот ну например мы поехали в экспедицию там дождь град там палатки ветром штурмовым сорвало и вдруг я самый робкий такой самый такой вот задумчивый мечтательный в этот момент оказывается в воде я вскакиваю бегу смотрю все разбегаются и вдруг я им говорю ну-ка стойте ну-ка собирайте палатки и короче я их всех как бы спас то много таких случаев было а про меня мой друг шапик азиев который ну очень большой был писатель его пьесы там махачкале ставили книги он про шамиля написал у него даже книжка есть в раю проездом он мне подарил я грушу за название такое интересное это говорит ты же мне подкинул ну надо же такие интересные а его сына магомед козеев научил меня петь вот этот вот ну как все поют там ну короче говоря у нас был ролик такой я тоже пел и заводил себя так окажется надо раз-два раз-два и начинать стихи писать в ритме пения и получается такой но я забыл как это называется но молодые так делают стихи по ходу пишут сочиняют там ну и интересные дела и вот шапик азиев мне тогда написал какой-то газете что я легендарный человек потому что однажды с ним вместе я был пьяный тогда я был совсем юный я зашел милицию потребовал открыть сейф у милиционера а там у них арбуз оказался короче говоря мы поели весь этот арбуз еще я им сказал чтобы они меня отвезли на машине домой пьяного на ногах и до стоял ну молодой был я потом не пил так вот что вы знали а то еще кто-то прицепится там из новичков которые подумают пьяница олив да нет я прожил большую интересную жизнь я еще сказал отвезите меня домой это было ночью машины не было они меня отвезли на мотоцикле а потом я думаю чего они со мной столько возились вместо того что в куртушку посадить а потом понял видимо я был такой беззлобный такой ну такой совсем какой-то они подумали ну чё с дурака возьмешь вот и не посадили ну как-то мне везло понимаете но это случай вот вы так не делаете то что позволено быку как говорится нет юпитеру то не позволено быку но смешные истории я решил вас немножко развлечь немножко развлечь потому что с настроение у всех такое вот все ожидают каких-то неприятностей а я вам говорю мы все победим потому что я вместе мы сила на виде какая картина получилось до коллективное творчество друзья вот мы с александром сунцовым говорили о том чтобы язык как расслабить я попробовал расслаблять язык одновременно я заметил что у меня взгляд становится остановленный а потом я еще додумался чтобы лучше расслабить язык щеки остановить и оцепенел и расслабил и вспомнил гуджи его великого который учил оцепенение но есть такое упражнение ты чем-то занимаешься занимаешься потом сам себе говоришь стоп и застыл и так немножко тренируешься вот какие у нас друзья и какие у нас там были великие учителя до встречи друзья сами изобретайте приемы тоже александру сунцову еще раз спасибо потому что очень хороший прием и чем больше мы знаем приемов чем больше мы их на себя пробуем подбирая который нам подойдет а сам процесс перебора развивает творческие начала сам процесс перебора делает нас более уравновешенными способными и напрягаться когда нужно мобилизоваться или сосредоточиться и переключаться и расслабиться чтобы восстановиться да друзья это очень все интересно кто еще не в курсе скажу такую фразу чем больше нормальных людей соберутся тем быстрее мы сделаем эволюцию сознания тем быстрее мы начнем сохранять надежно разум на планете потому что сейчас это очень нужно чтобы развивать себе человечность друзья эти штучки я все я рассказывал чтобы только вас развлечь сейчас потому что я несмотря на все свои проблемы жизни счастливый человек я хочу делиться с вами счастьем я хочу вам сказать счастье внутри нас и наше будущее внутри нас и наша задача открывать себя мы все можем мы все можем на самом деле учитесь снимать напряжение лишнее а когда нужно его включать чтобы преодолеть все трудности до встречи друзья до встречи